теперь смотрите все раз вот она или на среде зачем она нужна я через камеру буду ей звонить как авторитету вот у меня есть особая папка называется бенефис елена савинич если вы сейчас увидите вы скажете для начала пару фотографий вот эту можно фотографию потому что граммовый абрикос и я уже этим не удивишь вот я хочу вас представить ее с такой стороны чтобы где-то аукнулась там там потому что так сложилось вот сама где-то на небе кто-то сказал мы выбираем лучшую студентку госуниверситета так значит пока она спит нашептываем ей что она обязана к железу поехать и учиться практике а теперь давайте посмотрим что это за человек почему а вдруг там увидят нам не нужно чтобы она сейчас чуть позже смотрите в это список опубликованных приравненных научных и все это я буду листать так долго вы можете сходить по печаю вернуться внимание я выделяю то что меня касается и это еще была студентка вы понимаете это еще студентка кстати моя фамилия встречается это долгого сидят к запретил если вообще такие студенты были она сейчас не показывал бы и я сам поверить не могу это результаты научных изысканий при саде международных всероссийских региональных конференциях за свой счет ездила я устал уже попили чаю вернулись в этом можно поверить это еще студентка но так вот мы сейчас будем к этому подойдем видели вот к этому это камень как сказать преткновение между любителем железом и всем всем научным сообществом посмотрим на чьей стороне савинич когда все такое все нереально что-то в день по работе писала течение да господи савинич железа вы видите вот на всех закончится вебинар лена схватят скотч еще вебинар закончится вот-вот огоржусь до меня салатик это ходит с кембе связался я специально это все придумал запятой не добавлял а для чего я сейчас объясню сейчас она звонит будет надеюсь позвонит наконец как будет или не будет все а потом а потом сейчас она аспирант осенью будет кандидатом и господи если познали как такие люди не нужны науки в общем сейчас поймете что во первых я вам показал заслуживает ли внимание и и советы и прочее вот это она имела наглость вместе с кандидатами докторами студентка вот она ведь ее нет вот она брюка в черных имела наглость пройти по какой-то повышению квалификации мичуринском госуниверситете таких видел сами так вот мы имеем нового носа почему со знаком вопроса потому что на данный момент я железо уверяю что дальше вот так продвигаться такими темпами значит что человек уникального дарования вот о Елена Александровна привет ты меня слышишь я слышу я слышу дело в чем сейчас я и хотел тебе тему предложить а ты позвонила на две-три минуты раньше вот но в принципе уже не отключайся на экране видишь вот это вот о чем пойдет речь существует человек так его фамилия вазинский который лезет во все дыры спереди и сзади так и доказывать что все что я несу это бред это маразм и прочее а он же вред приносит ведь мне не обязаны верить когда человек с таким умнейшим видом говорит что это маразм так получается все что я сказал до этого она начиналась с этого с телегонии да вот и кончая тем что мы сейчас подойдем мне нужно твой этот как бы сказать то мне нужно твое мнение вот он пишет после моих этих самых фильма корень внутри слова это бред так это маразм так вот смотри внимание значит я наверное вот это пропущу сейчас а нет все правильно девятнадцать часов интересно любопытно но это уже другой человек более умный ну скажем так а сейчас тут такое дело этот человек этот человек оказывается роль судьи взял на себя человек который вырастил одну дикую черешню и все вот а мы то все думали мой брат он оскорблял и моего брата ну то есть везде где только появляются фамилия железа появляется грязная это фраза предложение ракция вот и вдруг вот он это дико дико смородина то есть они нет у него ничего за душой то есть мы имеем дело с обыкновенной шапкой но на него можно было не обращать внимание на сейчас померс чего я говорю вот так это другой более грамотный чеку нам нужен стоит подумать волчок вырастает не спящей почки вовсе не из почки из клетки это он сомневается но от меня услышал что клетка может вырасти волчок ладно вот почему он железа вк не спирил пораженную грибком боковой ветке объясняю грибок не пара это я всем говорю а почему потому что ты достал на мою сторону сейчас я покажу твое письмо вот грибок не поражает не боковые ветки не центральные ветки никакие ветки грибок ни при чем он поражает только мертвую ткань его дело сожрать мертвую ткань а человек он вроде бы умный грамотные почему я даже ниже покажу что он ну как сказать не безнадежен вот а вот это вот миска я об зачем я буду стереть пораженную грибком ветка если она полоносит а уже видел фильм правильно идем дальше может грибок для него важен мы будем это важен он делал свою работу я не собираюсь из зелья убирать не соскребывать не отмывать как эти самые даже горы язык не поворачиваются кандидаты наук дерево мыли ты представляешь одна скребла одна мыла и спорили у кого но это лучше получается дальше не рассуждение так извини это твои коллеги они заканчивают эти такие же вузы так теперь дальше он удивился чему что железо отменил дарвина я так и написал от меня дарвина вот тут написано благодаря ему во времена дарвиновского открытия классики маршизма причина и там еще открытие века значит я сейчас вынужден об этом сказать а потом те слова там дело в том это должны знать все дарвиновское открытие было сделано в 19 веке кого во времена невежества дичайшего позволила отменить бога позволила нам статус дать обезьян так только без хвостов и позволила миллионами людей убивать друг друга миллионами во имя каких-то идеалов прочее благодаря дарвину погибли миллионы десятки миллионов людей женщин стариков детей всех вот это страшная вещь это отдельно просто я не мог не пройти мимо этого почему вот он сказал вот как это железо может отменить дарвина если дарвин это классика маршизма ленинизма вот именно этот маршизм это который в это тысячами расстреливал священников ну ладно проскочили идем дальше сейчас поймете чему сейчас поймете я кое-что пропускаю и это пропускает а вот еще более умный человек у побега я скоро если пробовали черенкование уже ближе к твоей тебе твоя тема это микроклонирование при микрокронирование из клетки не из почки корень образуется то есть тот самый вазинский который сказал что я здесь получается это маршматик он этого просто не знает вот хорба такие люди они судьи наши а он дальше пишет мог выразиться корень заложен программе развитие из клетки но это может он уже меня цитирует я тогда написал мелочь вазинский возьми тетради ручку дальше ваше слово товарищ товарищ баузер вот еще в догонку я-то подготовил фотографии сейчас я быстро показываю и так берется любая ветка живая размала размалывается пульпу до состояния такого как сметана правильно дальше помещается это пульпа в отдельные пробилки вот они так происходит чудо начинается рост это я быстро быстро появляются корни вот они корни еще корней вот еще это чтобы люди за то чем речь пойдет мы на пороге гениальнейшего открытия науки которая не поняла что она сотворила вот они корни вот они дальше вот уже появились растения подходим тебе елена вот я видел тебя в белом в этом ты мне не прислала фотографии видел тебя в белом халате вот ты прекрасно у вас же универсальное образование микроклонирование ты должна знать какой цена так вот это твой коллега дальше твоя коллега дальше идет уникальнейшая микроскопическая работа так появляется растение вот они и теперь эти растения поступят куда учитывая продажу вот и ты мне написала я видел такие сады мичуринский липецкий в туле в научно-производство центра биотехнологии вот я там проходила в стажировку месяц учила работал вместе с ними поэтому подписываюсь сейчас почему подпишись вот теперь давай так вот это вот сейчас и под перейдем грибам но я тебя прошу сказать что я мнение потому что я то со стороны гляжу а ты в этом участвовала и так какие перспективы где деревья выросли ведь счет пошел на миллионы растений а их нет нигде а или есть давай рассказывай где эти сады спалось с плодами ну вот конкретно вот в этих местах которые вы уже рассказали я была когда стуле в генетике царной биотехнологии там есть огромнейший царь который высажен полностью из микро клонированных растений ну вот что они не просто размножают они еще и ведут селекцию и у них есть карта собственного собственной селекции вот конкретно я запомнила что у них была слива и называлась она талица вот это точно Анна Аркадьевна Шипунова автор этого сорта они на этом большом биоцентре у тебя выращивают все растения там не только кладовые деревья не только предыдущие кустарники декоративные там у них разные виды розозендронов есть и все это я видела там и хвойные растения ну вот слив вишен яблонь и бруш я видела в достаточном количестве вот это в туле что касается в Нечуринске есть сады яблонь и бруш и сливы абрикот и перешня это я тоже своими глазами видела и в Нечуринске в основном гляблоне ладно я слышал пока что у них удача только с терном все еще смешней теперь так можем ли мы найти среды этих среды этих садов именно клонированных конечно пожалуй а почему я говорю клонированных нас каждый день телеканал усадьба мучает этими самыми съемками в этих варанжереях в теплицах где такой красоты невиданной помидоры что я вот сейчас меня застрели если ошибусь это наверняка геномедифицированная почему не один это слово сижу вообще что все приняли не бывает таких помидор в этом в естественных условиях это раз я это проходил женщина хотела завести завести большой участок взяла в аренду и сказала мне я просто подвозил до хутора я говорю а вы уверены что не имеют геномедифицированная она трясет журналом с рекламой я сейчас узнаю позвонил ей сказали да где геномедифицированная вот так вот а красивые какие фотографии но я сейчас отвлекся и так значит ты подтвердила что микроклонирование существует что не из почки а из-за самого-самого этого зароды существует клетки так так ты людей не пугай пульпа это общее слово не я его придумал ученые ваши ну понятно что берется самый маленький кусочек самой верхней точки роста потому как вот в аппекальной мероприятии это верхний самый фрагмент в нем отсутствуют проводящие ткани так как там нет сосудов не перемещаются вирусы поэтому это материал мало того что обеззараженный поэтому его потом размножать из этой вот самой точки можно путем добавления разных веществ в питательную среду на которую этот фрагмент будет высажен получить и корни и ну само растение то есть добавляя определенные вещества там фитогормоны мы можем провоцировать либо рост корней так все это означает что если когда-то была так называемая подарила значит развив развитие так вот если это была постепенность когда нарастала почек клетка за клеткой постепенно нарастала то там внутри именно в ядре клетки этого ничего не могло быть такое впечатление чтобы нам кто-то предоставил готовый материал вот мы его используем так еще мы кланяемся дарвину вот это мне смущает вот что мы кланяемся дарвину человек который это никогда не описит как бабочка получается из гусеницы внутри не снаружи не нарастали крылья крылышко бяк 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 ну знаешь мой любимый тему так теперь давай давай теперь про это грибы это твое читаю тебя обследовала своим дальше идет текст твой текст что ты обследовала свои взрослые абрикосы обнаружил на столе грибы много как не большие белые тротовики не смогла в субботу и сфотографировать и батарея дальше про грибы и пишешь дальше ты совершаешь страшную ересь ты одна против все науки я-то надо что ты написала удалять их не буду какое право ты имел это написать что это грибы смешно 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 так вот я туда ниже написал нужен независимый федеральный канал тебя с такими мыслями туда никогда не возьмут это забота выливается в унистяжении миллионов деревьев ведь кругом только шпатели стамески и ребята которые снимают видеоролики о том что надо чистить это убирать там и щетками очищать зачастую федеральные каналы не показывают где это снято может быть это снято в климате очень сыром допустим не знаю в Ленинградской области и развитие вот этих вот грибов может быть в том числе и патогенных провоцирует развитие каких-то других болезней то есть у нас очень короткое но жаркое лето у нас просто и не не сырое поэтому вот в нашем климате допустим в сибирском нет смысла это удалять может быть в Краснодаре вблизи там побережья где очень влажный воздух это и нужно но для этого все вот эти видеоролики которые показывают на федеральных каналах они должны быть обязательно со ссылкой для какой территории данные советы даются не нужно смотреть и делать повсеместно одно и то же то что хорошо на юге и хорошо на севере а может даже и наоборот не нужно так делать или наоборот делать ну просто наоборот то есть никогда не говорят где это снято поэтому вот вообще научный подход вот меня именно в этом смущает потому что ну как есть правило написания научной статьи где нужно описать материалы и методы место исследования ну и природные географические условия где это происходит поэтому это такие стандартные приемы которые должен исследовать прежде чем начинать работу он должен об этом заявить а то что показывают на телевизоре там не всегда это обоснованно так скажем так я на самом спасибо у нас сегодня столько тем а еще у меня сегодня двое гостей где-то на очереди второй гость а я еще не подошел к его теме ответила примерно так с оговорками дело в том что если ты смотрел мой прошлый вебинар там была такая срочка надо перегнуть палку в другую сторону то есть сейчас для миллиона людей талдычит не вот если 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 по краснодару или чё полностью запретить это скрести грибы вот допустим ну это прорежать крону перекапать вот просто бить в голову для этого нужно новый ведущий вот мне слово берется перед нами ты новый ведущий вот человек который кандидат наук это поверят больше чем металлу как ты думаешь полку значит без всяких этих оговорок не делать то не делать то а потом уже разбираться а то придумали почва вредная надо перекопать у них тоже все что там есть а там черви там муравьи там все это грибы грибы самое ценное что там есть грибы нет грибов нет дерева нет механизма нет ничего все давай так я санда я с вами пока я прекращаю разговор может быть потом по ходу где-то привлеку ладно хорошо а то получается несколько тех ждет когда я среагирую значит я хорошо поняла ага так что спасибо за это ага как у нас на Украине говорят с тобой с маной фляжка мы с тобой говорили кстати коньяк пусть все слышат дня рождения скоро опять день рождения так и тебя ждет что то это ну вот будем считать что это и принято ладно так никто этого не слышал все никто не слышал ладно теперь на фотографии абрикосы чисто манджурские но как вот я эту тему открыл в отдельном фильме поэтому я сейчас пропускаю то есть привыка академика академик даже не стал развиваться сразу привыка умерла а два раза укрупнились манджурцы вот это я назвал новая тема инфицирования мы знаем что такое это самое ментор ну что там рассказывает вы все знают что такое а здесь наоборот не влияние подвое на привой а влияние привой на подвое ну вот посмотрите что делается влияние привой на подвое интересно же так вот я не все сказал вот вот о нет все а то скажете я только рекламы занимаюсь вот эта девочка показывает вам это моя племянник ой я уже заговорюсь моя внучка Валерия Железова вот она вот она она уже грецкие орехи отличает от яблок не как другие и наконец вот она и вот она дело в том что у меня сейчас я ожидаю в прошлом году сделал мало 50 прививок третьим этажом в этом году вот вот столько вот такой пучок абрикосов слив я бы им грустно резал это все новое и прошлогодний должен заплодоносить в общем я собираюсь сделать так чтобы вы мой сад мой сад наш сад сергеев вот он тоже приводит новые сорта вот добавим сюда Илья Александровна Савинич нам нужен авторитет Мичурин уже профессора представили советского власть нового было а как же нам тоже нужен профессор Савинич так вот предложение мое такое однажды я подумал что именно этот сад Красном Хуторе должен стать филиалом Темиральской Академии в начале филиал а потом плавно наши люди захватят Темиральскую Академию с важными целями кого имею ввиду вот мою собеседницу Савинич и Сергея Железова вот ну и это я могу в роль консультанта быть даже бесплатно вот это я к чему говорю значит пока такие вещи существуют в единственном экземпляре то есть дерево одной все и больше нет дальше значит я должен сказать следующее это мой долг перед латинком Юли Алексеевичем ему три дня назад исполнилось исполнилось бы шестьдесят девять лет шестьдесят и три года уже как он умер вот я поэтому должен еще раз показать его напомнить о нем поклониться ему потому что я первые жизни столкнулся сколько воевал ну там Влада Елена Савинич это последние годы вот я надеюсь что она нас обоих превзойдется с латинком вот но на тот момент я столкнулся с феноменальным человеком феноменальным и он ушел из жизни такое впечатление что его забрали потому что в райском саду некому ухаживать вот это я хотел просто напомнить о нем просто напомнить так что это ты ага вот вот эта фраза для всех 30 марта 69 лет было бы было бы вот царь у тебя небесный Алексеевич вот таких на всю страну несколько человек вот и к сожалению к сожалению да еще раз говорю это второй сад который должен стать филиалом этим вот потому что живая это жена вдова Галя вот можно же и там создать ну как да лучше взять чтобы сколько горбатится она мне никогда ни слова ничего не сказала ни жалость ну сколько можно на этих саженцах врачи ну продайте науки за 10 миллионов вот все равно она больше теряет не имея такого сада все это я сказал из уважения к тебе Юрий Алексеевич вот эту фразу что твой сад должен стать вторым филиалом Академии Новых Академии Новых